Я люблю выбираться на природу, подальше от всей этой городской суеты, грязного воздуха и людского непонимания. Мне повезло, ведь у меня домик в одной деревушке, которая расположена прямо посреди леса. Как же я любил выбираться туда на выходных. Почему любил? Сейчас я вам расскажу. После тяжелой рабочей недели я, как обычно, решил выбраться за город. Набрал продуктов, закинул их в багажник и двинулся в путь. Приехал под вечер, в дороге утомился и тут же лег спать. Уснул быстро и крепко. Меня разбудил шум сигнализации машины. Ну, думаю, может, зверек какой пробежал. Выглянул в окно. Убедился, что воришек нет. И вырубил этот ужасный шум. Снова прилег и только начал засыпать, как сигнализация снова заработала. Уже не вставая, я нажал кнопку и все затихло. Но через пять минут сигналка снова заработала. Ну ладно, один раз. Ну ладно, два. Но больше. Начинаешь думать о плохом. Немного струхнув, я все же встала. Снова отключил, но не лег. А начал наблюдать сквозь занавеску. Тоже решил так поиграться посреди ночи. Я наблюдал и тут вижу, за светом фонаря в кустах начала появляться чья-то тень. И тень приближалась к машине, проявляя свои очертания. Нечто тощее, черной одежде, ростом по два метра, с длинными тонкими руками, не спеша подошло к машине, стукнуло по колесу и отошло обратно в кусты. В этот момент я понял, что время начинать бояться. Трясясь от страха, я отключил сигнализацию и продолжил наблюдение. Нечто вышло из кустов, подошло к воротам, перекинуло руку через них, убрало перегородку, держащую ворота закрытыми. Меня сковал страх. То это, что ему от меня нужно, почему оно не уходит. Я не мог пошевелиться, мурашки от моей головы пробегали до пятой обратно, отдаваясь в теле крупной дрожи. Во рту пересохло. Мысли панически стали рисовать страшные картины. Стиснув зубы и сжав кулаки, я пришел в себя. И со всей возможной быстротой побежал по лестнице на первый этаж. И только рука потянулась нажать на выключатель, чтобы найти что-то, чем можно было худо-бедно защититься от гостя. Я замер. Замер, потому что оно глядело в окно. Прижав руки к стеклу, оно всматривалось. Есть кто дома или нет? Тут я понял, все эти проделки с машиной были для того, чтобы выманить жертву наружу. Зачем? Я не хотел и не хочу знать этого. Но факт есть факт. Оно здесь, и оно ищет меня. Вот его дыхание окно начало запотевать. И я был рад этому. Потому что я не мог оторвать взгляд от его лица. Кожа цвета золы, покрытая морщинами. Глубокие маленькие черные глаза, похожие на бусинки. Вместо носа были две дырки. Дыхание было настолько тяжелым и хриплым, что у меня у самого сводило легкие. Губ практически не было. Были только два ряда острых, желтых зубов. Меня, походу, не было видно. Ведь я был в глубине дома. Но и просто так уходить оно не собиралось. Постояв у окна, оно подошло к двери. Стук. Затем еще один. В щели по двери я увидел, как оно пытается просунуть пальцы под дверь. Ручка бешево начала дергаться вверх-вниз. И звуки. Это не было похоже на человеческий голос. Это было звериным рычанием. Знаете, когда у собаки начинаете отбирать кость, и она рычит от злости. Нечто похожее на эти звуки, только злее и утробнее, издавало это существо. Я знал, что если оно меня услышит, то не оставит в покое и найдет способ попасть в дом. Поэтому я просто лег на лестнице и ждал, когда же это закончится. Видимо, прождал я долго и отключился. Проснувшись, я сразу глянул на дверь. Дверь была на месте. Так счастлив я не был никогда. Встав со ступенек, я выглянул в окно. За окном уже был день. И солнце на небе стояло довольно высоко. Недолго думая, я поднялся наверх, взял ключи и... Не собирая вещей, пошел к машине. Выйдя за порог, я увидел на земле его следы. Доказательство того, что я не псих. Об этом также говорили отломанная ручка, царапины на двери и доски от ворот, которые валялись посреди дороги. Запрыгнув в машину, я уехал прочь из этой деревни. По дороге, включив радио, я услышал, что в районе этой деревни утром нашли тела двух девушек. Трупы были изувечены и сброшены в болото. Все-таки оно нашло то, что искало. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok